здравствуйте мы рассмотрим сегодня лекцию социально-биологические основы физической культуры план содержания лекции на что вы должны обратить внимание это влияние современных условий жизни на организм человека мы рассмотрим роль двигательной активности в жизнедеятельности человека расщепление ирисинтез АТФ рассмотрим восстановление макроэргической клетки зоны относительной мощности и работоспособность и адаптация посмотрим что это такое социально-биологические основы физической культуры это принципы взаимодействия социальных и биологических закономерностей в процессе овладения человеком ценностями физической культуры движение это жизнь но в современном обществе мы вынуждены находиться большую часть времени на своих рабочих местах за компьютером движение человека сводится к минимуму сидящий образ жизни приводит к нарушению работы всех систем организма гиподинамия стал настоящим бичом современного общества наносящий урон здоровье не меньше чем остальные неблагоприятные факторы на пару наподобие вредных привычек или загрязнение окружающей среды гиподинамия как причина заболеваний давно вышла уже на передний план и бороться с ее пагубным влиянием становится все сложнее умственные и физич умственные и эмоциональные нагрузки в течение учебного дня студентов весьма значительны при этом неадекватные физические нагрузки нарушение режима труда и отдыха статистическая поза за рабочим столом когда мышцы удерживающие туловище в определенном состоянии долгое время напряжены могут стать причиной утомления который накапливается и переходит в переутомление и вот таким образом уже человек себя плохо чувствует чтобы этого не случилось необходимо один вид деятельности сменять другим видом деятельности наиболее эффективная форма труда при умственном труде активный отдых в виде умерен умеренного физического труда или занятия физическими упражнениями автоматизация компьютеризация постоянный дефицит времени снижают необходимый уровень двигательной активности в результате отличительной чертой образа жизни большинства людей особенно тех чей профессиональный труд связан с большим умственными нагрузками становится недостаточная двигательной активность гипокинезия гипокинезия особое состояние организма обусловленная недостаточностью двигательной активности гипокинезический режим вызывает в конце в итоге нарушение общебиологического баланса приводя к состоянию которое называется гиподинамия гиподинамия совокупность отрицательных морфо функциональных изменений в организме вследствие двигательной гипокинезии давайте еще раз посмотрим эти понятия то что находится на слайде у нас гиподинамия нарушение функций организма таких допустим как опорно-двигательный аппарат кровообращения дыхание пищеварения при ограничении двигательной активности снижение силы сокращение мышц гипокинезия состояния недостаточной двигательной активности организма с ограничением темпа и объема движений и как Как результат, при недостаточной двигательной активности ухудшается, естественно, питание мышц. В результате уменьшается их объем, сила, растяжимость, упругость. Мышцы становятся вялыми, дряблыми, теряют скоростные качества, выносливость, резко снижается их сила. Кости становятся более хрупкими, уменьшается подвижность в суставах. Из-за ослабления мышц связочного и костного аппарата туловища, а также нижних конечностей, нарушается осанка. Деформируется позвоночник, грудная клетка, изменяется свод стопы. Это все, к чему может привести, так скажем, нехватка физической нагрузки вашему организму. Это влечет за собой целую цепь дальнейших нарушений здоровья и снижения работоспособности. Так как все в организме взаимосвязано и согласовано посредством нервной, кровеносной, лимфатической, эндокринной системы, то любое нарушение деятельности любого из органов приводит к дезорганизации деятельности других органов. Иначе говоря, организм представляет собой неразрывное целое, существующее в определенных постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. Целостность организма находится в взаимодействии с окружающей средой. На человека воздействуют различные факторы окружающей среды. Какие? Это природные факторы, так называемая физическая окружающая среда, биологические факторы растительного и животного окружения, факторы социальной среды с результатами бытовой, хозяйственной, производственной, творческой деятельности человека. Хочу сказать, что около 80% болезни современного человека – это результат ухудшения экологической ситуации на планете. В основе жизнедеятельности организма лежит процесс автоматического поддержания жизненно важных факторов на необходимом уровне, всякое отклонение от которого ведет к немедленной мобилизации механизмов, восстанавливающей этот уровень. Так что такое гомеостаз? Давайте вспомним, что это такое. Это совокупность реакций, обеспечивающих поддержание или же восстановление относительно динамического постоянства внутренней среды и некоторых физиологических функций организма человека. Роль двигательной активности в жизнедеятельности человека. Напомню, жизнь – это движение. Становление человека происходило в условиях высокой двигательной активности, которая была необходимым условием для существования и выживания биологического и социального процесса. Потребность в движении – один из общебиологических потребностей организма, играющего важную роль в его жизнедеятельности и формирования человека на всех этапах его эволюционного развития. Развитие происходит в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. Под влиянием тренировки происходит морфо-функциональная перестройка соединения костей, степень которой зависит уже от объема выполняемых движений. Законы роста костей по лезговту обусловлены двигательной деятельностью окружающих мышц. Давайте посмотрим, что это такое. Механические нагрузки, стимулирующие рост костей, должны быть ритмичными. Активация роста костей происходит при оптимуме нагрузок. Недостаток или избыток ее будет тормозить рост. Кости адаптируются под привычную нагрузку. В теле человека мышечные молокна могут сочетаться в разных пропорциях. И это связано в первую очередь в зависимости от наследственности, что мы получили от родителей. Количество мышечных волокон в теле не меняется на протяжении всей жизни. Эту особенность организма изменить нельзя. Но можно откорректировать и улучшить форму индивидуальных мышц при помощи тренировок. Мышцы увеличиваются в размере при постоянной физической нагрузке и уменьшаются при недостатке физической нагрузки. Мышцы благодаря сократительной функции обеспечивают процессы движения. При сокращении мышц постоянно используется химическая энергия – макроэргические клетки АТЭП, которые они преобразуют в кинетическую энергию. Проявление различных двигательных качеств человека, особенно силы, скорости, зависит от морфо-функционального строения мышц. Особенности протекания биохимических процессов в них, а также от регулярного воздействия нервной системы, таким образом, от функционирования мышц. Давайте рассмотрим сейчас типы мышечных волокон. В скелетных мышцах различают несколько типов мышечных волокон, отличающихся сократительными и метаболическими свойствами. К основным типам волокон относятся медленно сокращающие или же красные волокна. Они насыщенные кровеносной системой, поэтому они красные. Быстро сокращающие или белые волокна. Практически кровеносных сосудов рядом нету, поэтому они у нас называются белые, которые делятся, в свою очередь, на два вида. Первый вид имеет высокую анаэробную гликолитическую и аэробную способность ресинтеза АТЭП. Ресинтез – это восстановление, то есть, так скажем, восстановление макроэргической клетки. Их еще называют быстрые окислительно-гликолитические волокна, при этом развивается скоростная выносливость. Второй вид – это волокна, которые имеют только высокие анаэробные способности ресинтеза АТЭП, поэтому подключаются главным образом к кратковременной мышечной деятельности взрывного характера. Волокна имеют разную скорость – возбуждение, сокращение, утомление, энергообразование. Так, скорость сокращения медленных молокон – малая, быстрых волокон – большая. Рассмотрим энергообеспечение мышечной деятельности. Непосредственным источником энергии при мышечном сокращении является энергия, полученная при расщеплении макроэргической клетки. Макроэргическими соединениями называют вещества, в которых накапливается много энергии. В организме человека роль макроэргических соединений выполняет аденозин-трифосфорная кислота. Аденозин-трифосфат является нуклеотидом. Содержание АТФ в клетках нашего тела относительно невелико, но весьма постоянно. Израсходованные запасы АТФ должны быть полностью пополнены, иначе мышцы перестанут сокращаться. Запасы АТФ мышечных волокнов могут обеспечить выполнение интенсивной работы только в течение очень короткого времени. Это где-то до 1,5 секунд или же 3-4 одиночных сокращения максимальной силы. Дальнейшая мышечная работа осуществляется благодаря быстрому восстановлению АТФ из продуктов ее распада и такого количества энергии, которая выделилась при распаде. Особенность молекулы АТФ заключается в том, что 2 и 3 остатки фосфорной кислоты присоединяются связью богатой энергии. Такая связь именуется высокоэнергетичной или макроэргической и обозначается термином макроэргия. Биологическая роль АТФ – универсальный аккумулятор энергии, своего рода энергетическая валюта клетки. Основной поставщик АТФ – это тканевое дыхание, то есть завершающий этап катаболизма, протекающий в митохондриях всех клеток, естественно, кроме красных клеток, то есть эритроцитов. Давайте посмотрим сейчас на слайде. Здесь все видно, что при потребности энергии АТФ расщепляется до АДФ, где 2 остатка фосфорной кислоты с выделением энергии. Аденозин дифосфат расщепляется до аденозин монофосфат с выделением энергии, естественно. А вот присоединение фосфорных остатков, то есть аденозин монофосфата, аденозин дифосфата и аденозин трифосфат, приводит к накоплению энергии. Реакция присоединения фосфора называется фосфорилированием, а реакция переноса его с одного вещества на другое – перефосфорилированием. Энергетическими источниками для ресинтеза АТФ в скелетных мышцах и других тканях выступают богатые энергии фосфоросодержащие вещества, которые присутствуют в тканях, в первую очередь это креатинфосфат и АДФ, или же образуются в процессе катаболизма гликогена, жирных кислот и других энергетических субстратов. В зависимости от того, с помощью какого биохимического процесса поставляется энергия для образования молекул АТФ, выделяют четыре механизма или же путей ресинтеза АТФ в тканях. Каждый механизм имеет свои метаболические и биоэнергетические особенности. В энергообеспечении мышечной работы используются разные механизмы в зависимости от интенсивности и длительности выполняемого упражнения. Рассмотрим сейчас общую характеристику механизмов энергообразования. Ресинтез АТФ может осуществляться в реакциях, протекающих без участия кислорода, это анаэробные механизмы, или с участием вдыхаемого кислорода, это аэробный механизм. В обычных условиях ресинтез АТФ в тканях происходит преимущественно аэробно, а при напряженной мышечной деятельности, когда доставка кислорода к мышцам затруднена, в тканях усиливается еще и анаэробный механизм ресинтеза АТФ. В скелетных мышцах человека выделены три вида анаэробных и один аэробный путь ресинтеза АТФ. Давайте посмотрим на эту картиночку и рассмотрим эту схему. Пути ресинтеза АТФ. Существует всего четыре пути. Давайте вот сейчас мы посмотрим, я попробую стрелочкой перевести. Вот, посмотрите, первый путь – это окислительное фосфорилирование, аэробный путь ресинтеза АТФ. Синонимы – тканевое дыхание, аэробное или окислительное фосфорилирование. Это основной базовый способ образования АТФ, протекающий в метакондриях мышечных клеток. Под влиянием систематических тренировок, направленных на развитие аэробной работоспособности, повышается содержание миоглобина в мышечных клетках и гемоглобина, естественно, в крови. Возрастает работоспособность дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. А вот остальные пути, посмотрите, это вот первый, второй и третий, мы сейчас уже рассмотрим. Это остальные три пути – это анаэробные пути ресинтеза АТФ. Они являются дополнительными способами образования АТФ в тех случаях, когда основной путь получения макроэргической клетки аэробной не может обеспечить мышечную деятельность необходимым количеством энергии. Это бывает на первых минутах любой физической работы, когда тканевое дыхание еще полностью не развернулось, а также при выполнении физических нагрузок высокой мощности. Какие синонимы креатинфосфатные? Это фосфогенный или креатинкинатный или аллактатный механизм, обеспечивающий ресинтез АТФ за счет перефосфолиерирования между креатинфосфатом и АДФ. Гликолитический или же лактатный механизм, обеспечивающий ресинтез АТФ в процессе ферментативного анаэробного расщепления гликогена мышц или же глюкозы крови, заканчивающий образованием молочной кислоты, поэтому называется лактатным. Меокиназный механизм, осуществляющий ресинтез АТФ за счет реакции перефосфолиерирования между двумя молекулами АДФ с участием фермента. Хочу сказать, что миокиназную реакцию можно рассматривать как аварийный механизм, обеспечивающий ресинтез АТФ в условиях, когда другие пути ресинтеза уже просто невозможны. Такая ситуация возникает при выраженном мышечном утомлении, когда скорость процессов, принимающих участие в ресинтезе АТФ, не уравновешивает скорость расщепления АТФ. Давайте посмотрим другой слайд. Для количественной характеристики различных путей ресинтеза АТФ обычно используют следующие критерии. Какие? Давайте рассмотрим. Максимальная мощность или же максимальная скорость – это наибольшее количество АТФ, которое может образовываться в единицу времени за счет данного пути ресинтеза. Измеряется максимальная мощность в калориях и джолиях. Время развертывания – это минимальное время, необходимое для выхода ресинтеза АТФ на свою наибольшую скорость. Измеряется в единицах времени – секунды-минуты. Время сохранения или поддержания максимальной мощности. Наибольшее время функционирования данного пути ресинтеза АТФ с максимальной мощностью единицы измерения – секунда-минуты-часы. Метаболическая емкость – это общее количество АТФ, которое может образовываться во время мышечной работы за счет данного пути ресинтеза АТФ. А вот теперь, исходя из этих критериев, мы посмотрим эту табличку, рассмотрим основные пути ресинтеза. Напоминаю, у нас их четыре, но четвертый путь – это, так скажем, аварийный, поэтому мы его не рассматриваем. Это один путь аэробный и два пути анаэробный. Вот давайте мы сейчас посмотрим, уже рассмотрим эту таблицу. Аэробный путь ресинтеза. Время развертывания составляет 3-4 минуты, но у хорошо тренированных спортсменов может составлять где-то минуту. Это связано с тем, что на доставку кислорода в митохондрии требуется перестройка практически всех систем организма. Время работы с максимальной скоростью, мощностью, прошу прощения, составляет десятки минут. Это дает возможность использовать данный путь при длительной работе мышц. По сравнению с другими идущими в мышечных клетках процессы ресинтеза АТФ, аэробный путь имеет ряд преимуществ. Какие? Это экономичность. Из одной молекулы гликогена образуется 39 молекул АТФ, а при анаэробном гликолизе только 3 молекулы. Следующее. Универсальность. В качестве начальных субстратов здесь выступают разнообразные вещества. Какие? Это углеводы, жирные кислоты, кетоновые тела, аминокислоты. И третье преимущество – это то, что очень большая продолжительность работы. В покое скорость аэробного ресинтеза АТФ может быть небольшой, но при физических нагрузках она может стать максимальной. Однако есть недостатки у этого аэробного пути. Давайте посмотрим, какие. Обязательное потребление кислорода, что ограничено скоростью доставки кислорода в мышцах и скоростью проникновения кислорода через мембрану метахондрии. Большое время развертывания и иметь небольшую по максимальной величине мощность. Поэтому мышечная деятельность, свойственная большинству видов спорта, не может быть полностью получена этим путем ресинтеза АТФ. А вот теперь давайте посмотрим анаэробный путь. Напоминаю, их два основных. Время развертывания креатинфосфата – это до 2 секунд, и гликолитического пути – 20-30 секунд. Время работы с максимальной мощностью креатинфосфата – до 30 секунд и гликолитической – 2-6 минуты. Гликолитический способ образования АТФ имеет ряд преимуществ перед аэробным путем. Какое? Он быстро выходит на максимальную мощность – это 1. Имеет более высокую величину максимальной мощности – это 2. И третье – не требует участия метахондрии и кислорода. Хотя, однако, у него тоже есть свои недостатки. Этот процесс малоэкономичен, накопление молочной кислоты в мышцах существенно нарушает их нормальное функционирование и, естественно, способствует уже быстрому утоплению мышц. При любой мышечной работе функционирует, не имеет значения, любая физическая работа, и начинает одновременно, вернее, последовательно работать все три пути ресинтеза АТФ. Они включаются последовательно. Каким образом? В первые секунды физической работы происходит ресинтез АТФ за счет креатинфосфатной реакции. Затем включается гликолиз. И, наконец, по мере продолжения работы на смену гликолизу приходит уже тканевое дыхание. Так, конкретный вклад каждого из механизмов образования макроэргической клетки АТФ в энергообеспечение мышечных движений зависит от интенсивности и продолжительности физических нагрузок. Поэтому выделяют четыре зоны относительной мощности мышечной работы. Это максимальная, субмаксимальная, большая и умеренная. Сейчас мы рассмотрим чуть-чуть поподробнее уже каждую зону. Давайте посмотрим вот в этой таблице. Зона относительной мощности. 15-20 секунд – это зона максимальной мощности. Зона субмаксимальной мощности – 20 секунд, от 20 секунд до 5 минут. Зона большой мощности – работа от 5 минут до 30 минут. И зона работ умеренной мощности – более 30 минут. И посмотрите, как примеры. Здесь написано, зона максимальной мощности – это короткие дистанции. Средние дистанции, как правило, это зона субмаксимальной мощности. Зона большой мощности – это средние дистанции. И зона умеренной мощности, как правило, это все длинные дистанции и марафон. Давайте рассмотрим биохимические факторы утомления. Усталость – это общее состояние для всего мира. Усталость здорового человека – это понижение функциональной способности органов и систем организма, вызванное чрезмерной работой и сопровождаемо характерным ощущением недомогания, приводящее к различным заболеваниям или даже ранней потере трудоспособности. Поэтому давайте рассмотрим непосредственно формулировку утомления. Это временное снижение работоспособности, возникающее в процессе выполнения упражнения и сигнализирующее о приближении неблагоприятных биохимических и функциональных сдвигов в организме, что приводит к отказу от продолжения работы, либо значительному снижению ее мощности. Развитие утомления зависит от многих внутренних и внешних факторов. В комплексе причин, приводящих к развитию утомлений, ведущую роль ведущего звена может принимать на себя любой орган, либо функция, возможности которых в определенный момент работы становится неадекватным требованием выполняемой нагрузки. И в зависимости от конкретных условий мышечной деятельности и индивидуальных особенностей организма первой причиной утомления могут быть снижение энергетических ресурсов в работающих мышцах, а также активность ключевых ферментов, накопление продуктов обмена, нарушение целостности функционирования структур или же нарушение гомеостаза, нарушение нервной и гуморальной регуляции. Установить в каждом конкретном случае ведущее звено в развитии состояния утомления можно только на основании точных экспериментальных измерений. Утомление развивается как фактор, стимулирующий мобилизацию функциональных ресурсов, определяющих границы оптимального объема тренирующих воздействия и обеспечивающих эффективность протекания адаптации организма. Поэтому давайте сейчас рассмотрим характеристику процессов восстановления при мышечной деятельности. Биохимические изменения в организме человека, вызванные выполнением избранного упражнения, не ограничиваются только временем работы, а распространяется также на значительный период времени отдыха после завершения работы. Поэтому восстановление условно делится на три фазы. Это срочное и текущее, обставленное и замедленное. Давайте сейчас посмотрим и чуть-чуть разберем эти этапы. На этапе срочного восстановления, это первые 30 минут после физической нагрузки, устраняются продукты анаэробного обмена, главными из которых является все-таки креатин и лактат. Ускорить выделение из организма молочной кислоты после тренировки позволяют сауна или баня. А вот для устранения избытка лактат обычно требуется нашему организму не более полутора или же двух часов. Частично креатин и лактат могут убывать и в процессе тренировки, вы это должны знать. То есть при снижении интенсивности выполнения физических нагрузок, то есть ваших упражнений, а также во время перерывов для отдыха, что происходит? Таким образом организм чуть-чуть восстанавливается, отдыхая. И этот этап у нас называется, такое восстановление называется текущим. То есть в процессе тренировки вы можете, так скажем, воспользоваться теми биохимическими своими реакциями, которые протекают в нашем организме. Давайте посмотрим отставленное восстановление. Оно продолжается, как правило, от 30 минут до 6-12 часов после физической нагрузки. Это все индивидуально и опять-таки зависит от тех нагрузок, которые вы выполнили. Связано, как правило, с выполнением, с восполнением растраченных углеводов и жировых резервов, также возвращение водно-солевого баланса. Замедленное восстановление продолжается, как правило, несколько суток, ну, 2-3 суток точно. И происходит формирование и закрепление в организме адаптационных сдвигов. В каждой фазе восстановления своя динамика метаболических процессов. Восстановление кислородных запасов в организме, как правило, 10-15 секунд. Устранение молочной кислоты от 30 минут до 1,5 часов. Ресинтез запасов гликогена в мышцах и печени приблизительно где-то 12-48 часов. Усиление синтеза ферментативных и структурных белков – это 12-72 часа. Но, опять-таки, это все индивидуально. Интенсивность восстановительных процессов после физических нагрузок у всех протекает с различной скоростью и завершается в разное время. Это зависит от интенсивности расходования энергетических запасов организма. Поэтому чем больше тренирован человек, тем быстрее он восстанавливается, так как организм адаптируется к физическим нагрузкам. А теперь давайте посмотрим средства, ускоряющие восстановительные процессы в нашем организме. Можно отнести, так скажем, к трем направлениям. Это педагогические, психологические, медико-биологические. Давайте также рассмотрим сейчас в следующих слайдах уже каждое средство по отдельности. Начнем мы с педагогическим. К педагогическим средствам ускорения восстановления работоспособности относится использование в тренировочном процессе физических нагрузок, соответствующих функциональному состоянию организма, исключение запредельных нагрузок, вызывающих чрезмерное глубоко биохимические функциональные сдвиги в организме, и, естественно, рациональность и рациональная регулярность тренировочных занятий, наличие необходимой продолжительности отдыха между тренировками. Следующее средство – это психологические. Что является, что относится к этим средствам? Психологическая саморегуляция, аутогенная психомышечная тренировка, музыка, светотерапия, то, что вам ближе, и то, что вы, допустим, ту музыку, какую слушаете. Поэтому на тренировках можно также использовать именно эти моменты для того, чтобы восстановительный процесс протекал значительно лучше. Специальные дыхательные упражнения и психогигиена. Что это такое? Ну, это благоприятные условия быта, разнообразие, досуга, так, чтобы вам не скучно было. Но самое главное – исключение отрицательных эмоций. Чем больше вы будете на положительных эмоциях, тем, естественно, ваша жизнь будет казаться вам краше. И вам будет интереснее заниматься теми вещами, которые в данном случае вам предлагают. Ну, и последний – это медико-биологические средства, ускорение восстановления и работоспособности. Что мы можем туда отнести? В первую очередь – это гидротерапия, это массаж или же самомассаж, это полноценное питание и прием витаминов. Рассмотрим адаптацию организма при физической активности. Адаптация – это совокупность физиологических реакций, лежащие в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленные на сохранение относительного постоянства его внутренней среды. К физическим нагрузкам адаптируется вся совокупность физических и психических свойств человека. Поэтому вы должны понимать, что любые слабые нагрузки практически не оказывают никакого влияния на организм. И естественно, организм об адаптации мы не будем уже говорить. А вот нагрузка средней интенсивности стимулирует морфологическую и функциональную перестройку организма. Сильные нагрузки могут тормозить адаптационные процессы. И сверхсильные нагрузки вызывают функциональные и структурные изменения. При систематических физических нагрузках адаптация проходит в два этапа. Это срочная адаптация, ответ на однократное воздействие физической нагрузки и долговременная адаптация. Как правило, она развивается постепенно при постоянном суммировании срочной адаптации. В каждом конкретном случае есть свой предел адаптации. Если физическая нагрузка в данный момент была выше предельного уровня, вашего уровня, то может произойти срыв адаптации. То есть произойти дезадаптация, что приведет к снижению физической работоспособности. Но если физическая нагрузка была на пограничном уровне, то может произойти синдром стресса. И в этот момент организм мобилизуется и обеспечивает адаптационные изменения в организме. Факторы спортивной работоспособности. Это способность человека на протяжении заданного времени выполнять максимальное количество работы. Естественно, физическая работоспособность будет зависеть от многих факторов. Во-первых, вы юноша или девушка. От возраста, от мастерства опыта, от тренировности, от физически и психического состояния. То есть многие факторы все-таки будут зависеть от того, какая нагрузка, насколько вы предрасположены, так скажем, к той нагрузке, которую вам предлагают, либо вы сами предлагаете себе. И таким образом, работоспособность постепенно, от малого до великого, начинает преобладать, и ваш организм становится больше, больше имеет работоспособность, и таким образом вы усиливаете те физические качества, которые приводят к состоянию здоровья. Давайте посмотрим факторы, определяющие физическую работоспособность человека, проявления которых наблюдаются во всех видах двигательной активности человека. Выделяют следующие факторы. Биоэнергетические – это аэробные и анаэробные возможности человека. Нейромышечные – это мышечная сила и техника выполнения упражнения. Психологические – это мотивация и тактика ведения спортивного состояния. А теперь давайте мы посмотрим общие правила для повышения физической работоспособности. Наилучшая физическая работоспособность обеспечивается путем соблюдения режимов труда отдыха и питания. Отдых может быть как активным, так и пассивным. Отдых в смене деятельности. Умственная работа должна сменяться физической. Здоровый сон. Физические тренировка и закаливание позволяют максимально подготовить организм к будущим нагрузкам. И показатели физической работоспособности обычно достигают наибольшего, так скажем, пика своего развития к 20-25 годам в форме физиологической взрослости человека. А вот после уже 40 лет показатели физической работоспособности постепенно снижаются, к сожалению. На этом я хочу закончить свою лекцию здоровья вам и высокой физической работоспособности.